Меньше недели осталось до нового года. Самое время подвести черту и определиться с перспективами. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков провел прямую линию с представителями СМИ и инициативными жителями. В прямом эфире социальных сетей он ответил на актуальные вопросы. Обратная связь позволяет быть в курсе дела, определять главные точки роста и выстраивать конструктивную работу. В целом по итогам года хочу выделить поддержанную главой Николаевым Олегом Алексеевичем комплексную программу развития города Чебоксары на 2020-2025 годы. Мы о ней много говорили, привлекали общественность, ну и в итоге утвердили. В программу вошло строительство 160 инфраструктурных проектов на 68 миллиардов рублей и 99 коммерческих проектов на 106 миллиардов рублей. Проекты относятся не только к компетенции администрации города, а носят вообще республиканский характер. Первый блок вопросов – это дороги. Горожане интересовались сроками их ремонта и строительства. Конкретные адреса уже известны. Вот в этом году мы отремонтировали 24 участка, в том числе проспект Яковлева, Сугутский мост. Общая сумма – полтора миллиарда рублей. И драмативное состояние дорог на сегодняшний день составляет 74%. Четыре года назад было 30%. По улице Гражданской также очень много вопросов. Определили подрядчика, компания Дорис, которая должна в ближайшее время приступить к работе и завершить реконструкцию в 2022 году. Проблемный объект – Лапсарский проезд. Сразу несколько человек выразили свое беспокойство тем, что его реконструкция откладывается. Лапсарский проезд – очень сложный, тяжелый проект, сложное расположение сетей. И мы планировали к концу года завершить проектирование этой дороги, но столкнулись с рядом сложностей. Но работу мы в этом направлении продолжаем и надеюсь, что до конца первого квартала проектирование закончим. Что касается улицы Ашмарина, то там нет ливневки. Это помешало завершить ремонт участка между улицей Орлова и проспектом Яковлева. Нам нужно построить ливневые сооружения для того, чтобы ремонт был долговечным. Если мы не построим ливневку, то через три года скапливающаяся вода развалит эту дорогу. И поэтому нам нужно время на проектирование. И мы этим займемся в 2021 году, средства в бюджете выделены. Ну а в 2022-2023-м должны эту дорогу ремонтировать. Но она уже будет носить характер реконструкции, примерно так же, как на улице Гражданской. В планах на следующий год благоустроить дубовую рощу, территорию возле ДК «Салют». Продолжится в 2021-2022-м и реконструкция набережной. Интересует граждан и вопрос повышения тарифов в общественном транспорте. На следующий год при обсуждении стоимости тарифа мы выстроили для себя оптимистичный сценарий. И практически пассажир поток поставили в уровень 2019 года. И даже при этом пассажиропотоке экономически обоснованная цена 25-26 рублей за проезд троллейбуси. Мы предложили рост тарифа на 2 рубля. На 2 рубля по безналичному расчету. Более 70% перевозок сегодня и оплаты за проезд осуществляется именно по безналичному расчету. И мы в принципе стремимся к тому, чтобы максимально выйти на безналичный расчет. Изменения в схеме транспортного сообщения, строительство социальных объектов, благоустройство дворов. Более чем за 2 часа поступило около 40 вопросов. Активно обновлялась и лента в социальных сетях. Жители получат ответы на все вопросы. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Александр Отяков. Республика. Редактор субтитров А.Семкин